Игнатий Тихонович, молитесь. Слово, Рожешу Исущую, Богородицу Тебя величаю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради Пречистой Твоей Матери, силы Честного Животворящего Креста, святых ангелов наших, хранителей всех ради святых. Помилуй, спаси нас, яко благослови, человека любец. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради Боже, очисти меня грешного, яка никогда же благое сотворив пред Тобою Но избави меня от лукавы, да будет мне воля Твоя Да неосужденно отверзу уста мои недостойно Восхвалю имя Твое Святой Отца и Сына и Святаго Духа Ныне и присно и вовеки вековами Царю Небесный утешитель души истины И живи с десы и вся исполняй сокровища благих и жизней подателю Приди и вселись, овны, и очистины от всяких скверных И спаси блажи души наши Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святые, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. И Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, Яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, Яко же и мы оставляем блажняком нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство, Сила и Слава вовеки. Аминь. Восставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую весть, упиемте сильный. Свят, 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 если Божий, Богородицею, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодраясь на возвекме, если Господи, Умой просвети и сердце, уснемая, отверзивая, ежепетите. Святая Троица, свят, 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 если Божия, Богородицею, помилуй нас. И ныне, и присно, и вовеки, веково. Аминь. Внезапно Судья приидет, и каего же деяния обнажаться, Но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божия, Богородицею, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, Я ко мною гераю Твоя благость и долготерпение, Не прогневался на меня ленивый и грешный, Не погубил меня со беззакониями моими. Но человеколюбцов и все обычные, И в ничане лежащего воздвигме и си. Воеже утрените, славословите, державу Твою, И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, Отверзи мои уста, поуччайте со словесем Твоим, И разумете заповеди Твоя, И творите волю Твою, И петите об исповедании сердечнем, И воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, Ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите поклонимся Цареве нашему Богу. Придите поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите поклонимся и припадем к самому Господу, Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. Девяносто первый Псалом Благаясь славить Господа и петь именю Твою Всевышней, Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, На десятиструнном и псалтире, С песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, Я восхищаюсь делами рук Твоих, Как велики дела Твои, Господи, Дивно глубокие помышления Твои. Человек несмысленный, не знает, И невежно не разумеет того, Тогда как нечтиво возникает, как трава, И делущие беззаконие цветут, Чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок во веки, Ибо вот враги Твои, Господи, Вот враги Твои гибнут, И рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, Как рог единорога, И я умощен свежим илеем. И око мое смотрит на врагов моих, И уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, Возвышается, подобно кедру наливания, Насажденный в доме Господнем. Они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, Сочны и свежи. Чтобы возвещать, что праведен Господь, Твердыня моя, И нет неправды в нем. 92-й Псалом Господь царствует, Он облечен величием, Облечен Господь могуществом И припоясан, Потому вселенная тверда Не подвигнется. Престол Твой утверден искренне, Ты от века. Возвышает реки Господи, Возвышает реки голос свой, Возвышает реки волны свои, Но пащи шума вод многих, Сильных волн морских, Силен вышний Господь. Откровения Твои несомненно верны, Дому Твоему Господи Принежит святость на долгие дни. 93-й Псалом Божий анмщений Господи Божий анмщений, Иви себя. Восстань, судья земли, Воздай возмездие гордым, Да коли Господи нечестивые, Да коли нечестивые торжествовать будут. Они изрыгают дерзкие речи, Величаются все делающие беззаконие, Попирает народ Твои, Господи, Угнетает наследие Твое. Вдовую и пришельца убивают, И сирот умершляют, И говорят, Не увидит Господь, И не узнает Бог Яковлев. Образумьтесь, Бессмысленные люди, Когда вы будете умны и невежды, Насадивши ухо, Не услышат ли, И образовавши глаз, Не увидит ли. Вразумляющий народы, Неужели не обличит, Тот, кто учит человека разумению, Господь знает мысли человеческие, Что они суетны. Блажен человек, Которого вразумляешься, Господи, И наставляешь законам Твоим, Чтобы дать ему покой в бедственные дни, Докольничать ему выроется яма, Ибо не отринет Господь народа своего, И не оставит наследие своего, Ибо суд возвратится к правде, И за ним последуют все правые сердца. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто восстанет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, Скоро вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, Колеблется нога моя, Милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих, Сердце мое, Утешение Твое услождают душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, Умышляющих насилие вопреки закону? Толпой устремляются не на душу праведника, И осуждают кровь неповинную. Но Господь, защита моя, И Бог мой, Тверды не убежище моего, И обратит на них беззаконие их, И злодействами их истребит их, Истребит их Господь Бог наш. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Божий мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати, ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богаты сострадания и незреченных милости, ибо Ты сказал, о Христос мой, верующий меня будет жить и не увидит смерти во веки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вместо же мне вера вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь ты никаких дел оправдывающих меня. Но вместо всех дел, да будет довольна верой моей. Пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она соделает меня участником славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что отторг меня Твоей, Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли или не хочу? Спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорей приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты, Бог мой, очарив Матери моей, сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебе, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал на сатану-больстителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь мне в листе мою бедную душу и счастную жизнь. Не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невыдержанность мою. Не дай возможности взлома демону, починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, Хранитель и Покровитель бедному души и телу, Прости мне все, чем оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем-то грешу прошедшую ночь, защити меня на настоящий день, И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принять Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем, И садил меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Ладовищеца, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, Отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, Уныние, забвение, неразумие, нерадение, И все скверные, лукавые и хульные помышления от несчастного моего сердца И от помраченного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо я нищ и слаб. И избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, И освободи от всех озлого воздействия, Ибо Ты благоценен от всех родов, И Твое причестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, надежда, любовь, И мы усердно к Вам прибегаем, Скорым к помощникам о молитве и комодушах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадована Мария, Господь с Тобою, благословен Ты в женах, И благословен плод щерева Твоего, Яко родилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, Честнага, животворящего Креста Господи, Не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя, И благослови достояния Твое. Победа на сопротивные дары Твоя, Сохраняй крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного, Родителей, сродников, благодетелей, Митрополитов, Марка, Николая, Агафангела, Тихона, Антония, Священарея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосиму, Максима, Владимира, Андрея, И Глебу не дай погибнуть, Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Митрополита Сергия, Патриарха Кирилла, Франциска Корнилия, Александра, Деодора, Митрополитов Тихона и Лариона, И весь священничий Скино-Чискичин, И вышли из служителей миссионеров К христианам, язычникам, иудеям, Мусульманам и буддистам, И нам, дающего священника, Рожденного свыше, и благовестника, И места для занятий, как угодно тебе, Смири власти и воинства их, Наведи страх твой на них, И через них сотвори благое церкви твоей, Умудри их издавать и исполнять добрые законы, Дабы дали достойно жить людям, Чтоб было из чего уделять нуждающимся, И преобразуя сердца в духовное, Дай им духовное рождение свыше, Коснись их сердец, Владимира, Михаила, Джозепа, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдогена и Амана, И даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Белоруссии, Карабаху, Казахстану, Канаде, Где смуты и мятежи, И смутя на Алексею, Украти, Господи, И все их сообщество развей, И покажи им ту бездну, Куда они заблекают людей, Слава тебе, Господи, За тихую мирную ночь, Что жизнь нашу продлил И разум сохранил, Дай нам желание трудиться И умножить, И обнаружить все наши таланты, Дарованное тобой, За сего почти нам добрых помощников, Наставников, советников, И в этот день сохрани нас От всякого рода зла и греха, В этот день, Которого никогда не было во Вселенной, И мы совершенно не знаем, Что нас ожидает в нем, Научи нас доверяться тебе, Твоему промыслу о нас, Любящий наш Господь и Бог. Ты знаешь, в чем мы особенно нуждаемся. Помоги нам прожить этот день безгрешно, Не нарушая твои святые заповеди И от непосильных искушений. Слава тебе, Христе Божий наш, За милости твои и долготерпение. Найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, Путешествующих, Раису, Льва, Виктора, Александра. Возри на угрозы врагов, На потоке завистливой лжи. Земля да поглотит этот смрад их. Им не дай погибнуть, Судный день не поменей безумие, Ибо не знают, что делают худо. И, быть может, похулили уже и Духа Святого, Когда уже не будет покаяния. Благослови благодетели наших, Воздаем добром всей жизни и будущей. Елену, Елену, Людмилу, Обрати Евгения, Наталью, Надежду, Юрию, Эдуардо. И помоги нам издать трехтомник Нового Завета С толкованием блаженного пропилакта. Пошли необходимое средство для сего. И чтобы нам не быть там обманутым, Где издают эти книги. И помоги всем получить целости. Слава Тебе, Христе Божий наш. Посети, Господи, болящий. Дай силу перенести страдания безропотно. И пошли мы с селением. Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Надежду, Людмилу, Ольгу, Отца Геннадия, Маргариту, Татьяну, Людмилу. Благодарю Тебя, Господи, За друзей и за врагов. За здоровье и за болезни. По Твоему благоволению, Все это может оказаться полезным Для спасения нашей бессмертной души. Слава Тебе, Христе Божий наш. И сохрани наши сокровища в интернете. И благослови их администрацию, И расположи к нам. Благослови трудящийся на этом поприще Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктора, Юрия, Ольга, Вячеслава, Владислава, Романа, Николая, Алексея, Гавриила. Слава Тебе, Христе Божий наш. Обрати Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Никиту, Андрея, Марию. Аллилуйя. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова. Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь самого. Вся земля полна. Слава Его. Аллилуйя. Слава Вышнему Богу на земле. Мир в человеках благоволения. Хвала Тебя, наш Господь. Милости Твоей полна земля. Мужчины нас разумно пользуются этим. Ты хранишь нас. Ты сказал, что верующие в Тебя, живущие по Твоим заповедям, доверяющиеся полностью Тебе, названы Тобой святыми и избранными. Помоги нам оправдать в Духе Святом эти чудные названия. Хвала Тебя, наш Господь. Благослови Виталия, Никиту, Николая. Дай им желание трудиться в поте лица. Слава Тебе, Христе Божий наш. Слава Тебе. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покроем оформлюбия от зависти нещестивых, от лукавых происках. Господи, воздай милость и благословение всем, кто помог нам совершить миссионерские путешествия по всему миру. И посеянное нами по милости Твоей дадаст обильные добрые плоды. Благослови Господи Николая, Виктора, Павла, Зинаида, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Наума, Валентину, Самиру. Самире и Тимуру дай истинную Христовую веру. И благослови Руссика, Господи, сохраняем от неподумного поведения. Дай ему истинное духовное рождение, жить для Тебя, быть полезным, чтобы его таланты для Тебя были посвящены. Хвала Тебе, наш Господь, слава Тебе. И взятых на фронт, благослови забранных, не по их желанию оказавшихся там. И возврати их в радости, Никиту, Александра, Максима. И готовы быть забранными и Анна, и Георгия. Благослови их, Господи, дабы они не стали там убийцами и не брали оружие в руки. Но были истинными светильниками, многим показали путь спасения. Возврати их в мире и в здравие, услыши молитвы родных и близких о них. Аллилуйя. Господи, посети томящихся в узах, в тюрьмах, в психиатрических темницах, верующих в Тебя. Дай им свободу Твою, Сергея Твою, Илью освободи. И пытаем их, убиваемых детей Твоих по всему лицу земли. Защити, отверзли им двери райские, прими их в обители вечные. Аллилуйя. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Прошу Тебя, не покиня в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу ему по мытарствам страшным и непонятным. И веди он навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Я, он креститель, пречащий Христов, моли Бога о нас. Господи. Но мужчина житель в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и видеть нуждающихся в нашей помощи и помогать им. Святитель Христов Никола, мирликийский чудотворец, моли Бога о нас. Да примет Господь Твои молитвы о нас, о живности нашей, через которую Господь облегчает наше пребывание в этой юдоле печали земле. Господи. Каждому даруй добрую квартиру, жилье Сергею и Габриэлу. И благослови Михаила, Елену, Романа, Екатерину. И приготовь их жилище, сделай так, чтобы там могли собираться люди и прославлять тебя вместе с ангелами. Аллилуйя! Молите Бога о нас, и ты пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Но, Иосиф, Патриархи, Езранееме, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезеки, Иосия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Данил, Отроки, Пророк, Михей, Авраам, Исаак, Яков. Да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода этого нашего отшествия не застал нас не готовыми, но чтобы выйти навстречу тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными еле добрых дел, соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, и Херувимы, и Серапимы, и все небесные силы престола Божия предстоящие, и святые апостолы, и Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука, Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики, Игнатий Богоносец, Паликарс, Минский, Устинь, Философ, Космай, Дамьян, Андрей, Стратилат и Иерон, мученик, Климент, Римский Климент, Анкирский, Анфимник, Амедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, Сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя, антихриста, начало или правую руку. Господи, устраши правителей мира и священства, обманывающие людей, что будто бы можно как-то избавиться от предсказанных казней, грядущих на всю вселенную, страданий, каких никогда не было на земле. Твои причистые уста произнесли сие, что будут глады, моры, землетрясения, войны, и восстанет брат на брата, народ на народ, и царство на царство. И ты добавил это, как печатью поставил. Всему надлежит быть. И все это полюби Твоей, чтобы незнающие Тебя познали Тебя в страданиях. Покаялись здесь, ибо за гробом нет покаяния. Молите Бога на святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоус, Афанасий Великий и Прим Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио. Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Пиларет, Иронин Стридонский, и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас и укрепит Господь в святой православной вере. А замыселитиков и сектантов разрушу, развей и в ничто преврати. Молите Бога о нас, святых жены и девы, Фехла Первомущеница, Патина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любой, Матери, Истофия, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перпетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Пресхила Акила, Адроника Июня, Киприяна Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие, истыливость, и сохранение хосяческого поругания и насилия, исправь непокоривость Галины, семейства Евгения, Надежды, Людмилы, Виктории Иоанны. И прими нашу молитву, Господи, воздеяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Божия. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Ты, Бог, сотворивший этот мир и сохраняющий его как зиждитель. Ты, Господь и Бог наш, знающий все прежде бытия. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, ради голговских страданий и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешных, прими и исполни наши молитвы о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. И мы взываем о незаповедавших, отверзи им двери покаяния. Помоги им начать в возрожденном состоянии новую жизнь, прославляющую Тебя. Наполни уста наши благодарением и словословием Тебе. Ибо Ты достоин всего, как наш Бог, зиждитель. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аллилуйя. Аминь. 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 Доброе утро всем и мир всем. Ну, кто у нас тут, может быть, впервые, не знают, какой у нас распорядок. После моления считается новый завет столкования блаженного феофилакта. И это доброе желание считать. Взялись добровольно наши дорогие сёстры Хапилина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна. Итак, дорогие сёстры, ваше время. Благослови, Господи, на чтение священного писания с толкованием блаженного феофилакта. Дарую, разумеет, написано и исполнить волю Твою во славу имени Твоего Света Ага. Послание святого апостола Павла к Эфесянам 6 глава с 10 стиха. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Толкование «Дом каждого есть как бы войско, потому уже приведя в порядок все силы, выводит их на войну, ибо если каждый в отдельности не будет нарушать своего порядка, тогда и военное дело будет в хорошем положении, а так как уже многое, что казалось расстроенным, он привёл в порядок, то не страшитесь говорить, но дерзайте в силе Господа, ибо у Него не просто сила, но могущество силы, то есть Он имеет силу неизреченную и всё превозмогающую». 11 стих. «Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Толкование. В чём состоит все оружие? Это покажет несколько после. Но заметь, почему Он не сказал «битвы» или «войны», но козни. В козне есть обольщение и уловление посредством хитрости, ибо враг неоткрыто предлагает грех, например, он не склоняет явно к долопоклонству, но располагает к этому иным способом, коварствуя, то есть правдоподобным словом и пользуясь хитростью. Павел же указанием, что противник ужасен и изворотлив, ободряет их и побуждает к осторожности». 12 стих «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Толкование «И это не для возбуждения страха, говорит, но для того, чтобы сделать внимательными, ибо тот, кто указывает на силу врага, делает тем самым своих более осторожными». «У нас дело, говорит, не с обыкновенным врагом и не с людьми, подобными и равносильными нам. Как Бог начало и власти имеет, так и надменный тиран устроил у себя подобные же порядки против мироправителей. Не в смысле обладателей мира или твари, потому что Писание миром обыкновенно называет лукавые деяния и те, кто совершает оные, как выражение «вы не от мира» Иоанна 15, 19, то есть не из числа творящих злое. Тем же обладают демоны, потому что они добровольно отдали себя в рабство им. Демоны называют непотребство, которое является и существует всем веки, но далее его не простирается. Против духов злобы, так называют демонов, а так как и ангелы суть духи, то он прибавил злобы, потому что те духи добра и света. Говоря же, что мы воюем не с плотью и кровью, он через противопоставление дает знать, что воюем с подвижными, непобедимыми в коварстве и трудно уловимыми поднебесных. Через это опять побуждает бодрости слушателя. Опасность, говорит, в великом деле, ибо дело идет не о земном и тленном, а о небесном. Предлог в употребленном место за и ради, как бы говорит, ради небесного воюем, и потому нужно быть бдительным. Тринадцатый стих. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Толкование. То есть в настоящем веке, потому что его называют злым днем от злых дел, совершающихся в нем. Ободряет также и указанием на то, что время борьбы кратко, ибо называя днем, указывает на его краткость, всякие страсти и постыдные пожелания преодолев, то есть победив и умертвив. А так, как многие после победы пали, он говорит устоять. И после победы нужна твердость, чтобы побежденный опять не восстал войной, ибо если мы предадимся беспечности, умершленный враг непременно снова оживет. Заметь, что возможно преодолеть и стоять твердо, и мы не должны потом малодушествовать под предлогом, что враги могущественны, ибо нам дана такая сила, и мы научены такому искусству, что и с демонами можем бороться, и даже больше, не только бороться, а быть настолько страшными для демонов по силе обитающего в нас, чтобы не нуждаться в борьбе, а просто попирать змей и скорпионов. Сие же, говорит Павел, потому что многочисленны были у них противники, научая, что при посредстве сил воюют с нами демоны, посему не на людей дневайтесь, а вооружайтесь против демонов. 14 стих. Итак, станьте, припоясав чесла ваши истинною и облегшись в броню праведности. Толкование. В деле войны первое уметь хорошо стоять, поэтому Павел прежде всего советует относительно стояния, требуя, чтобы оно было правильное, приличное воинам, прямое, ибо надлежащим образом стоящий стоит прямо, не наклоняясь к чему-либо, как и тот, кто не стоит, не есть прямой, например, человек любострастный, сребролюбивый и живущий роскошно, не стоит прямо, а наклоняется к чему-нибудь. После же стояния припоясывает воина, конечно, в духовном смысле, и того, который расплывается и находится в расслаблении от пожеланий, скрепляет, стягивая посредством пояса, чреслами называют душевное мужество и все выносящую силу, как дно у корабля, так и чресла у животных составляют как бы некоторые основания, поэтому и мы от утомления часто отдыхаем, положив руки на чресла, таково же положение духовных чресл, которые апостол повелевает припоясывать истиной, заключающейся как в учении, так и в жизни, ибо никто из еретиков не припоясывается истиной, но они вращаются внизу около земли, не имея возможности постигнуть ничего возвышенного, но человеческими помыслами, вращающимися долу, исследуют божественное, кроме того, будучи не твердым и в жизни, и подчиняясь обольщениям мира, они не только не припоясываются истиной, но упав низко, даже жаждут лжи, но мы не таковы должны быть и во всем следовать истине, будет ли это учение, должны в нем искать истину, будет ли жизнь точно так же, мы должны быть нелицемерными, чуждыми коварства, не допускать лжи друг ко другу, если мы таким образом будем припоясаны, то будем в состоянии стремиться к цели, припоясанием же этим он дает знать, что нам всегда должно быть вооруженными, как и Давид говорит, как пояс, которым всегда опоясывается, Псалом 108, 19, ибо в непрестанной войне мы находимся, Григорий же богослов под чреслами у нас разумеет желательную способность, ибо в чреслах внутренности, которые в писании символ, пожелание, а под истинной способность созерцательную, поэтому утверждает, что Павел здесь увещевает всякое желание наше, припояса созерцанием и размышлением о Боге, ибо созерцающий Бога и находящий радость в нем, как поистине возлюбленным, не допустит, чтобы его желание обратилось на что-нибудь низкое и вращалось около земных предметов, правда здесь называет вообще добродетельную жизнь, как бы говоря, облачив свою грудь праведными делами, ибо как броня делает человека неуязвимым, так и правда того, кто облекется в нее. Пятнадцатый стих. И обув ноги в готовность благовествовать мир. Толкование. Хорошо предлагает нам и латы, этим он говорит, или то, что должны быть готовыми к благовествованию и проповеди, ибо прекрасно говорит ноги возвещающего мир. Исайя 52, 7. Или что должно нам быть готовым к исходу, живя по Евангелию, ибо ноги символ жизни. Посему и говорит, поступайте осторожно, Ефесянам 5, 15. Готовность же благовествовать добрые дела, которым и Господь внемлет. Господи, ты слышишь желание смиренных? Псалом 9, 38. Хорошо также сказал мир, так как он упоминал о войне и битве, то показывает, что войну эту нужно вести против демонов, а не против людей, ибо о мире благовестие. И что, сражаясь с демонами, мы пребываем в мире с Богом, которого не должно снова возбуждать к войне против себя, нарушая мир. Но благая весть уже есть победа совершенно. Посему не будем страшиться. Слава тебе, Боже наш! Слава тебе! Слава тебе!